Золотые горы. Вкус для каждого. Польза для всех. Всем привет! Меня зовут Дана Коуспаева и это мое авторское шоу «Готовьте легко с Даной». Я хочу поблагодарить нашего генерального спонсора «Евразиан Фудс Корпорейшн» с торговыми марками «Шедевр» «Три желания» и «Золотые горы». А готовить сегодня мы будем на замечательной кухне «Скавалине» от «Серджио Интериорс». Сегодняшние наши рецепты для тех, кто ценит вкусную и красивую еду, но не может найти время и силы для готовки. Сегодня я покажу вам, как приготовить красивую и вкусную итальянскую закуску капрезе. Для приготовления салата капрезе вам понадобится базилик зеленый 1 пучок, помидорки черри 15 штук, мини-моцарелла 15 штук, черные оливки, оливковое масло. Мы будем делать ее к новогоднему столу в виде рождественского венка. Для этого нам понадобится тарелка, вот такая плоская и большая. Для салата капрезе нам понадобятся оливки, моцарелла, зеленый базилик и помидоры. А также мы приготовим еще одну детскую закуску божьей коровки. Для нее нам понадобится хлеб, творожный сыр, укроп, помидоры и чесночно-сырный соус от нашего спонсора «Евразиан Фудс Корпорейшн». Первым делом мы берем зеленый базилик от компании «Грин Эко». Отрываем листочки и выкладываем по кругу кольцом. Такая закуска придется по вкусу любому гурману. Она легкая, диетическая, в то же время очень вкусная. Прекрасно выглядит на столе. Так, вот мы разложили наши листья. Теперь возьмем помидорки черри. Нужно разрезать их пополам. И разложить тоже по кругу в произвольном порядке. Вообще, если посмотреть на ингредиенты этого салата, они напоминают национальный флаг Италии. Красные помидоры, зеленые листья базилика и белая моцарелла. Вы можете выложить на свой вкус побольше или поменьше помидоров. Но от себя добавлю, что обычно в этот салат не добавляются оливки. Но если вы хотите приготовить именно по моему авторскому рецепту, и чтобы он выглядел очень красиво на новогоднем столе, можете добавить оливки. Теперь берем моцареллу, вот такую в шариках. Если вы не найдете моцареллу в шариках, это не страшно. Вы можете взять обычную большую моцареллу, разделить на волокна и красиво разложить на тарелочки. Некоторые шарики можно положить целыми, не разрезая. Моцарелла – это тоже, кстати, итальянский сыр, очень вкусный. Он добавляется не только в салаты, но и во всякие закусочки. Вы можете этот салат приготовить и выложить в другом виде. Можете приготовить в виде закуски, наколоть на шпажки черри, моцареллу, оливки. И все это обернуть зелеными листьями базилика. Тоже будет смотреться очень красиво. Так, вот мы выложили практически весь наш венок. Теперь добавим оливки. Оливки мы тоже можем положить целыми на ваш вкус, на ваше усмотрение. А можно разделить их, разрезать некоторые. Так, сейчас я возьму еще пару штук. Еще раз повторюсь, в классическом рецепте капреза оливки не добавляются. Мне кажется, они очень похожи на новогодние шарики, какие темно-синие. Поэтому к новогоднему столу я всегда добавляю оливки в капреза. Друзья, в классическом рецепте этот салат не солится, так как моцарелла имеет соленый привкус. Но все-таки я советую вам чуть-чуть присолить помидоры для вкуса. Буквально щепоточку на весь салат. И чуть-чуть добавить черный перец. Это тоже не обязательно, но для вкуса я добавляю. Все, салат практически готов. Теперь прямо перед подачей мы польем его оливковым маслом. Несколько капель будет достаточно. Вот так. Вот смотрите, какой салат у нас получился в виде веночка. Интересно устроен детский желудок. Я знаю это по своим детям. Последние три ложки супа в них не запихнешь. Но если это будет касаться печенья, конфет и литра сока, это влезет в них с огромной скоростью. Друзья, как вы успели заметить, я сегодня выкладываю свое блюдо на очень красивую посуду от бренда Касанова. Оно идет уже с новогодним таким оформлением. Намек на снег и елочку. Так, первым делом для этой закуски нам нужно будет нарезать хлеб. Вы можете взять любой хлеб. Я сегодня взяла ржаной, но это может быть и белый хлеб. Нарезаем тонкими ломтиками. Если вы готовите это для детей, то можно, в принципе, на сухой сковороде поджарить. Сделать как бы гренки или тосты. Детям это понравится. Теперь эти ломтики разделим на порции. Вот такие небольшие. Берем небольшое количество творожного сыра. Намазываем его на хлеб. Вот так. Толщину слоя вы можете выбирать сами. Но обычно дети любят побольше сыра. Поэтому я не жалею. Мажу его щедро. Чтобы приготовить вкусный обед, не обязательно быть профессионалом. Все вкусное просто. Необходимы только свежие, натуральные и качественные продукты. Майонез «Три желания» сочетает в себе все три качества. И самый простой рецепт становится кулинарным шедевром. А мы и сами с усами. Майонез «Три желания». Все вкусное просто. Может, побриться. Встречайте «Три желания» в новой упаковке. Мы намазали сыр на хлеб. И теперь мы будем делать травку для наших божьих коровок. А будем делать мы ее из укропа. Для приготовления закуски «Божья коровка». Вам понадобится черный хлеб, творожный сыр, помидорки черри 5 штук, укроп, черные оливки 10 штук, чесночно-сырный соус. Вы можете сделать ее из любой зелени, но больше всего, на мой взгляд, сюда подходит укроп. Лучше всего брать свежий, не сушеный укроп, чтобы имитировать зеленую траву. Укроп тоже, кстати, очень полезен для деток. Эти бутерброды, они в себе содержат очень много витаминов и полезных веществ. Благодаря ингредиентам. Вот так мелко-мелко-мелко порубите укроп. Очень мелко. И теперь посыпаем наши бутербродики. Вот так. Чтобы сыра практически не было видно. Теперь сделаем тело «Божьих коровок» из черри. Для этого поделим помидорки пополам и выложим на каждый бутербродик. Вот так. Берите черри помельче, чтобы они влезли, уместились на бутербродиках. Еще хочу добавить, что вот эти «Божьи коровки» можно не обязательно размещать только на бутербродах. Можно их разместить, к примеру, на любых салатах, закусках, горячих, мясных, рыбных, овощных блюдах. Тоже будет всегда очень красиво смотреться на столе. К тому же празднично. Так. Тело «Божьих коровок» мы приготовили. Теперь сделаем головы. Для этого нам понадобятся оливки. Так. Оливки мы делим пополам вдоль и разрезаем еще раз поперек. Вот такая голова у нас получилась. Приставляем ее к тельцу. Так. Божьи коровки у нас получились с головами. Головы «Божьим коровкам» мы сделали. Теперь осталось нарисовать точки на теле «Божьих коровок». Вы можете использовать для этого майонез, а можете, как я, использовать для этого чесночно-сырный соус от компании «Евразиан Фудс Корпорейшн». Так. Что я делаю? Я беру тарелочку, выдавливаю сюда немножко соуса, а потом зубочистками либо кончиком ножа набираю немного соуса и рисую точки. Вот так. Вот такие красивые «Божьи коровки» у нас получаются. Второй способ, которым можно украсить эти «Божьи коровки», вы можете сделать, если у вас есть, конечно, время для этого, вы можете сделать небольшие надрезы на тельце «Божьи коровки», разрезать оливку на мелкие-мелкие-мелкие кусочки и воткнуть в эти дырочки. Получится очень оригинально. Вот сейчас я покажу вам, как это сделать. Берете оливку, разрезаете. Вот так делаете маленькие точки и сажаете их туда, прямо в дырочки. Либо вы можете также посадить их на майонез или чесночно-сырный соус. Тоже будет вкусно и красиво. Вот так. Это, конечно, занимает некоторое время, но ради детей я рада стараться. Вот наши «Божьи коровки» уже вышли на прогулку. Мы можем оставить их так, на пустой тарелке, но красивее будет сделать для них полянку с цветами. Сейчас я покажу, как это сделать. Берем обыкновенные листья салата. Вот такие вот кудрявенькие. И прямо можете руками нарвать верхушки. Именно кудрявую часть. И вот так вот на тарелочку между «Божьими коровками» выкладываем. Они будут у нас гулять в зарослях. Украшаем всю тарелку. А цветочки, розочки мы сделаем из помидоров. Это украшение тоже, в принципе, можно использовать на любом салате, мясных блюдах. К рыбе очень красиво смотрится. Вот так вот украсим. И в серединку я сейчас выложу цветы. Вот так вот. Смотрите, блюдо уже совсем смотрится по-другому. Ярко, празднично. Так. Вот так. Полянка готова. Для цветочков нам понадобятся помидоры и острый ножик. Смотрите, начинаем снимать шкурку с самого основания помидора. И пошли по кругу. Вот так вот. Снимаем шкурку спиралью. Желательно еще снимать чуть-чуть тонкий слой мякоти, чтобы наша розочка держалась. Получается один помидор небольшой. Из него у нас выйдет одна розочка. А мякоть мы можем использовать в соусы, допустим. Томатный соус делать. Подливы. Дам вам один совет. Если у вас остаются такие помидоры без шкурки, вы можете блендером пилировать их, заморозить формочки, особенно летние помидоры. А потом использовать их в соусах, там добавлять во всякие подливы, влагман, в супы. Очень удобно. Я сама так делаю. Каждое лето замораживаю формочки томатной пюре. Вот так вот свернули и переворачиваем. Видите? Получилась роза. Вот такая. Выкладываем на блюдо. Можно сделать еще одну розочку. Таким же образом. Возьму другой помидор. Вот так вот. И вот таким нехитрым способом наше блюдо получилось очень ярким, красивым. Не стыдно подать его гостям. Или оживить какое-то скучное блюдо. Допустим, если у вас просто мясо с картошкой. Такие вот розочки. Украсят, я думаю, любое блюдо. Быстро вот так сворачиваем в спиральку. Мой совет. Украшать помидорами и вот этими салатными листьями нужно только перед подачей. И если вы сделаете это заранее, у вас просто все завянет. И будет смотреться некрасиво на столе. Вот вторая розочка наша готова. Выкладываем ее на тарелку. Вот так. Божьи коровки у нас теперь в райском саду. С розочками, листьями. Вот. Какая красота. Сегодня мы приготовили новогоднюю закуску капрезе. И раз уж она у нас будет на новогоднем столе, я воспользуюсь таким красивым атрибутом от Серджио Интерио. Вот такой вот серебристой елочкой, свечой. И поставим ее в серединку салата. Вы можете тоже так же сделать. На столе будет смотреться очень красиво и оригинально. Ваши гости будут в восторге. А также мы приготовили сегодня до смешного, простого, оригинальное веселое украшение стола, которое придется по вкусу маленьким деткам. И, конечно же, приготовление этих замечательных блюд не обошлось без продукции нашего замечательного генерального спонсора Евразиан Фудс Корпорейшн с торговыми марками Золотые Горы, Шедевр и Три Желания. Не забывайте подписываться на наши аккаунты, там вы найдете очень много вкусных и полезных рецептов. Пусть длинный список ингредиентов вас не пугает, ведь готовить вкусно и быстро очень легко. С вами была я, Дана Кулауспаева, и мое авторское шоу «Готовьте легко с Даной». До скорых встреч! Кетчуп Три Желания. Томаты, томаты и только томаты. servir лета. Субтитры подогнали,